Климат Климат Допустим, в один год дождей может выпасть много, а в другой меньше, но эти колебания не выходят за рамки допустимого. Если же осадка будет выпадать стабильно меньше, климат станет суше и, стало быть, изменится. Сменится растительность, чего в настоящее время не наблюдается. Принимать же современные значения параметров климата за эталон всеобщей климатической реальности оснований нет. А как узнать, что климат умеренного северного пояса делается более теплым? Нужны ли стандарт этого климата? И отклонение от него в ту или иную сторону позволит судить об его изменениях. Рассмотрим на примере конкретного региона, например, Сахалина, поведение климата за последний миллион лет. Былые климаты, суши, восстанавливаются, поросшие на них растительности. Ткани растений после отмирания окисляются до води и кислого газа и не сохраняются. Пыльцарные споры, покрытые твердой и устойчивой к окислению оболочкой, остаются в длине и песке неизменно долгое время. Зная возраст отражений, содержащих ту или иную пыльцу, можно выяснить, каким в это время был климат в этом районе. По данным исследований профессора, доктора географических наук Оротки, Техиканский институт географии Бельневосточного отделения Российской Академии Наук, около миллиона лет назад Сахалин занимала темно-хвойные елово-пихтовые тайга и смешанные леса с участием сосны, дуба, вяза, граба, бука, тиса, магнолии, гинго и других теплолюбимых растений. Климат был субтропическим, среднегодовая температура воздуха была порядка плюс восьми градусов. Вот здесь написано, точка, плюс восьми градусов, как бы один миллион лет. Затем, около восьмисот лет назад, началось интенсивное похолодание. Оно продолжалось в двести пятьдесят лет. Западная часть острова заняли мелколистые огромные березовые леса. На юге острова появились березово-лиственничные колесия. Средняя температура воздуха в июле не превышала плюс десяти градусов. Январе составляло двадцать-двадцать три градуса минус. А среднегодовая температура понизилась до минус шести градусов. Вот двадцать-двадцать-двадцать-двадцать-двадцать-двадцать-двадцать-двадцать. Слово пока так показывало, такой двадцать. Вот. Очередное потепление началось около 550 тысяч лет назад. На западном побережье острова снова начали расти хвойные леса. Широколистые леса с участием граба, бука, суги. Климат был тёплым и влажным. Средняя температура водородов была плюс шесть градусов. Января минус шесть. Июля до плюс девятнадцать. Так вот я вот здесь 50-50. Вот так мы идём. И вот наша точка шесть градусов. Шесть градусов. Я хотел бы поднять понимание, что, конечно, надо ли не так, а вот так. Скалебание. И вот здесь тоже внутри рассматривается. Эта благодать растянулась на 250 тысяч лет до нового похолодания. Оно было весьма значительным. Остров, знаниями берёзам, лиственичные леса, насилились с участием леса тундры и вечной мерзлоты. Среднегодовая температура воздуха понизилась до минус пяти градусов. В январе до минус двадцати трёх градусов. А в июле всего плюс четырнадцать. Среднегодовая температура морской воды стала на десять-двенадцать градусов ниже современной. Вот так, и вот так сюда походит. Минус шесть. На интервале двухсот тридцати-двухсот тысяч лет назад климат снова стал теплее современного. Среднегодовые температуры поверхность слоя воды превышалась современной на два-три градуса. Чередование тёплых и холодных периодов продолжалось, хотя влияние хозяйственной деятельности человека по вступлению в воздух углекислого газа, создающего торниковый фен, а электростанции тепловых автомобилей не было. Двести-сто тридцать тысяч лет назад на Сахалин пришло новое похолодание. Среднегодовая температура понизилась до минус пяти градусов. Минус пяти градусов, да? На суше росли осоки, злаки, из деревьев хальха и гроба сладьев. Появилась тундра, леса тундра, личная без злота. Интенсивное потепление началось десять с половиной тысяч лет назад. Вот так. Да? И хотя случались небольшие потепления, в целом климат установился близко к современному. Со среди годовой температуры плюс два градуса Цельсия. Сейчас. На примере рассмотрения прошлых климатов, как и этого региона Сахалина, наблюдается цикличность смены теплых и холодных эпох. Настоящий время климат характеризует начало очередного природного утепления до вероятного поднятия среднегодовой температуры для ошибок. Ну так вот. Произойдет это вне зависимости от хозяйственной деятельности человека. Она, конечно, вызывает изменения химического состава атмосферного воздуха, в частности добавление углекислого газа. Но его углекислого газа в воздухе содержится около 1 соты процента. Под ликовым эффектом обладает и водяной парк, количество которого в воздухе в тысячи раз больше СО2. Знак реальный мир природы по изменениям климата необходимо для объяснения оценок землений. Цикличность смены температур воздуха, скорее всего, обусловлена цикличностью поступления солнечной энергии на Землю. Колебание температуры воздуха плюс 6, минус 6. За последний миллион лет характеризует климат Сахалина как статистически вероятность состояния погоды за это время. Климат мегрирован, а субавтического через умеленный досуг тропического, не выходя за эти рамки. При повышении температуры морской воды часть углекислого газа выделяется в атмосферу, а с понижением температуры морской воды углекислый газ, наоборот, растворяется в воде с уменьшением содержания его в воздухе. Не углекислый газ вызывает потепление климата, а наоборот, потепление климата приводит к увеличению содержания СО2 в атмосфере. Это реальный мир природы. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...